Национальное блюдо достатка и изобилие. Так в народе называют наурыскузье. Чем различается главное блюдо дастархана в северных, южных, восточных и западных регионах, знает Динара Женбатырова. Маленькая зире пришла поздравить бабушку с днем весны. В большой и дружной семье Кемаловых в Наурыск все собираются за одним дастарханом. Женщины готовят главное угощение весеннего равноденствия. На кухне заведует пи-бат-паапай. По ее словам, приготовление наурыскузье – это целое искусство. К слову, на западе страны его подают горячим. Обязательно кладут изюм и корт. Отличает западный кузье от других и наличие тара. Это белая или красная проса, выращенная на Октябрьской земле. Моя мама сама готовила тара для наурыскузье. От его качества зависит то, каким получится ваше угощение. Его неповторимый вкус я помню еще с детства. В ауле все ходили друг к другу в гости, чтобы отведать праздничного угощения. Теперь я готовлю его своим детям и внукам. Пейте наурыскузье, будете весь год сытыми, и все у вас будет хорошо. Рецепт национального блюда передается по наследству и в семье Калдыбековых. Наурыскузье куляш-апа готовит уже 30 лет. Все это время пенсионерка использует только один рецепт. Он достался ей от свекрови. Теперь она делится им со своими снухами. Их всего семь. Это число является счастливым для нашего народа. Оно должно быть обязательно нечетным. Конечно, у каждого региона свой рецепт – приготовление наурыскузье. Но несмотря на это, важно вкладывать душу и готовить с настроением. Только тогда блюдо получится по-настоящему сытным и вкусным. По фирменному рецепту куляш Калдыбековой пшеница должна быть обжаренной. Она придает Кожжи особенный вкус. Тем временем на медленном огне варится специально подготовленное к празднику мясо конина – соком. В готовый бульон бабушка добавляет семь основных ингредиентов. Это рис, перловка, маш, пшеница, желтая и белая кукурузы. Крупы хозяйка дополняет мясом и кефиром. Все к столу, дорогие гости. Если на юге наурыскузье густой и напоминает наваристый суп с домашним кеспе, то в восточном регионе страны национальное блюдо больше похоже на напиток. Семь ингредиентов символизируют семь элементов жизни – вода, мясо, соль, жир, мука, злаки, молоко. Эти ингредиенты символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост. И божественную защиту. У казахов большое значение придается обильному столу. Наурыскузье объединяет не только семьи. На народных гуляниях это угощение можно попробовать в каждой юрте. И вот что интересно – ни один кузье не будет похож по вкусу. Точного рецепта нет. Каждая хозяйка импровизирует. Некоторые вовсе готовят наурыскузье из того, что есть на кухне. Вместо конины можно добавить баранину. А вместо молока или кефира, к примеру, сойдет и ряженка. Все зависит от вкуса и предпочтений каждого. Важно сохранить пропорции. К примеру, в северном регионе в национальном блюде обязательно должна присутствовать пшеница. Она является символом богатства и изобилия. Отведать это блюдо должен каждый. Тогда год пройдет в достатке и сытости. В народе есть поверье. Когда впервые в году пробуешь наурыскузье, нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется. Динара Жанбатырова при содействии собственных корреспондентов в регионах. Итоги дня.